Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Надежный партнер. Город посетила делегация Ленинградской области. Мы сегодня по-новому узнаем белорусскую технику, особенно техника, которая работает в лесу. Какие подписаны договоренности? Тревожное утро. В деревне Мирадина горел дом. Как не пополнить статистику? Золотой песок и крем от загара. В Бобруске проходит акция «Летний патруль». Большинство погибших и утонувших на водоемах находились в состоянии алкогольного опьянения. Где отдохнуть безопасно? А также централизованное тестирование. Белорусские арбузы и праздничный состав. БелЖД назначила дополнительные поезда на славянский базар, когда основные дни фестиваля. Время сплотиться. Беларусь посетили представители Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко. Торговый оборот с российским регионом только растет. Достигнут рубеж в 700 миллионов долларов. Делегация встретилась с президентом, провела переговоры в правительстве, приняла участие в заседании комиссии по развитию двустороннего сотрудничества и посетила ряд предприятий. Среди них Бобруйска-Громаш и завод тракторных деталей и агрегатов. О том, как это было, далее. Минск. Дворец независимости. Президент встречается с губернатором Ленинградской области. Александр Дрозденко на посту уже 10 лет. В Беларуси далеко не первый раз, но этот визит особенный. Уход с общего рынка некоторых западных компаний открывает новые возможности, уверен глава государства. Да и сфер, которые интересны сторонам, десятки. Мы готовы активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное, инфраструктурное строительство, которое вы определили в качестве основных направлений, драйверов экономического роста региона. Мы можем поставлять не только дорожную технику и строительную, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях. Есть хороший пример, когда область поддержала Беларусь и выбрала наших производителей в качестве подрядчиков на выполнение работ по строительству модульных станций водоочистки и водоподготовки. Мы очень заинтересованы в этих проектах. Если вас наша работа устраивает, мы с большим удовольствием продолжим ее на земле Ленинградской области. Торговый оборот с российским регионом только растет. Рубеж 700 миллионов долларов, а эта задача, поставленная Александром Лукашенко, преодолен. Более того, Беларусь по итогам прошлого года стала партнером номер один для Ленобласти. Дальше больше. Александр Дрозденко анонсирует насыщенную программу визита. А это уже Бобруйск-Агромаш. Посечение предприятий как раз один из пунктов программы. Бобруйский холдинг – крупнейший на всем постсоветском пространстве по производству сельхозтехники. Экспорт больше 76%. Основной рынок сбыта – Россия. Такие встречи, такие мероприятия носят взаимоинтересный характер. Дело связано с тем, что все это заканчивается подписанием долгосрочных контрактов. И нам действительно это сотрудничество очень интересно и выгодно. Так же, как и Российской Федерации. В географии поставок Ленинградская область занимает одно из ведущих мест. Основные сферы сотрудничества – кормозаготовка, животноводство и птицеводство. Всего в производственной линейке более 80 наименований – от селок до пресс-подборщиков. С модельным рядом знакомится и Александр Дрозденко. На выставочной площадке не только зарекомендовавшие себе машины, но и новинки. Новинка от Бобрусь Агромаша – машина для несения жидких органических удобрений. Грузоподъемность 22,5 тонны. Также она может выполнять функции заправщика и перегрузчика. Первый аппарат сошел с конвейера в мае 2022-го. Завод тракторных деталей и агрегатов – второй пункт в программе визита. За 2021-й экспорт вырос на четверть – как в Россию, так и Евросоюз. Начало нынешнего года впечатляет еще больше. Производство увеличилось на 140%. Сейчас на ТДА реализуется новый инвестпроект. На общую сумму – 22 миллиона рублей. Мы сегодня по-новому узнаем белорусскую технику. Особенно техника, которая работает в лесу. Дорожная техника. Она очень хорошая. Наверное, самая короткая фраза, которая ее характеризует – это сочетание цены и качества. Сегодня наша задача – найти соприкосновения друг к другу и сделать правильные встречные поставки. Разговор партнеров выходит далеко за рамки аграрной сферы. Здесь обсуждают строительство, легкую промышленность и рыбное хозяйство. Те точки соприкосновения, в которых есть все шансы развития взаимовыгодного сотрудничества. В этом году товарооборот вырос практически на 30%. И мы наметили сегодня конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию. Первое, что будет – это приезд делегаций Ленинградской области с целью изучения нашего рыбного хозяйства, где мы много говорили о совместном производстве малька и выращивании икры. Внушительный список предложений и проектов. С таким портфелем представители Ленинградской области покидают Бобруйск. Дальше остается договоренности перенести на бумагу, что и даст старт еще большей совместной работе. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Пепел на месте родного дома. Накануне в Бобруйском районе горела двухквартирная постройка. ЧП произошло около восьми утра в Мирадино. К моменту прибытия спасателей дым выходил из-под крыши здания. В результате пожара повреждена кровля, веранда и часть предметов интерьера. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Это уже 55-й случай в городе с начала года. В печальной статистике минус 10 жизней. Золотой песок и крем от загара. В Бобруйске проходит акция «Летний патруль». На протяжении трех месяцев волонтеры БРСМ совместно с сотрудниками МЧС и Освод будут посещать места отдыха у водоемов и проводить беседы с отдыхающими, как взрослыми, так и маленькими. К слову, в городе разрешено плавать на центральном пляже в шестом микрорайоне на территории санатория «Вшинник» и имени Ленина. Мы напоминаем всех взрослым о самом главном правиле – это отсутствие алкоголя. Потому что по статистике большинство погибших и утонувших на водоемах находились в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2021-м в водоемах страны утонули 215 человек. Каждый второй был пьян. Среди погибших 26 детей. Родителям стоит помнить безопасность малышей – их ответственность. Постоянный присмотр, правильный пример и обучение банальным правилам убережет от беды как маленьких, так и взрослых. Единая база, школьные испытания и жаркий уикенд. В Беларуси выходные ожидается до плюс 26. Что еще в прогнозе? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минздрав запустит единую базу вакцинированных от коронавируса. В ней будут содержаться паспортные данные, гражданство и номер телефона, а также вся информация о прививках, от даты до названия препарата. К ней подключат все поликлиники. После синхронизируют сведения с приложением «Путешествую без COVID-19». В Беларуси в 2023 организуют 100 пунктов для проведения ЦТ. При этом в конце следующего учебного года учащиеся 11 классов будут сдавать два совмещенных экзамена. Это математика и язык по выбору. Примечательно, что они пройдут не в школах. Других испытаний истории Беларуси и иностранного не будет. В стране работают над акклиматизацией теплолюбивых растений. Уже есть результаты. Белорусские арбузы по своим вкусовым качествам не уступают астраханским. А клубника при определенных условиях плодоносит на протяжении четырех месяцев. В планах у ученых расширить спектр культур. БелЖД назначил дополнительные поезда на Славянский базар. Курсировать они будут ежедневно с 13 по 19 июля. Из Минска состав будет отправляться в 12.28 и прибывать в Витебск в 16.05. Напомним, основная программа фестиваля пройдет с 14 по 17 число. В Беларуси выходные ожидается до плюс 26. Будет преимущественно без осадков. Однако возможны кратковременные дожди и грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер умеренный, местами порывистый. Безопасные каникулы в Беларуси проходит акция «Внимание, дети!». В этот период автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Штраф за нарушение до 96 рублей. Проводят профилактическое движение два раза в год – в начале и в конце летних каникул. С начала мероприятия 82 водителя было привлечено к административной ответственности за нарушение пользования световыми приборами во время проведения специального комплексного мероприятия. А также 27 водителей было привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки юных пассажиров. Уже в эти выходные ГАИ усилит контроль за мототранспортом. С начала года по вине байкеров на дорогах страны пострадало 17 человек. Двое погибли. Превышение скорости, несоблюдение правил маневрирования и проезд на запрещающий сигнал светофора – самые частые нарушения. Силовая эстафета в Бавруйске прошел чемпионат Госкомитета судебных экспертиз по легкоатлетическому кроссу. Участие в состязании приняли 8 команд от центрального аппарата до управления по областям. В каждой четверо мужчин и одна девушка. В программе первого дня бег. У каждого участника своя дистанция – от 1 до 5 километров. Последнее испытание – эстафета. Ребята серьезно подошли к тренировочному процессу. У нас буквально за месяц до этих стартов нам руководство дало возможность подготавливаться уже плунамерно к этому старту. Мы тренировались, делали работу специальную, скоростную работу, кроссиками бегали много. Ну и в принципе результат как бы оправдал ожидания наши. Закрытие награждения состоялось на базе Бавруйск-арены. Общекомандное первое место завоевало управление по Могилевской области. Серебро забрал Витебск, бронза досталась столице. Приурочен чемпионат году исторической памяти. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова